Глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины 2017-2021 годов Григорий Плачков присоединяется к нашей трансляции. Григорий Иванович, рад приветствовать. Да, добрый день. Добрый вечер. Григорий Иванович, у вас наверняка больше информации. Поделитесь, пожалуйста, что известно о ситуации или происшествии на Ростовской атомной электростанции? Ну, честно, больше информации у меня нету, как и у всех, потому что действительно было единственное сообщение от блогера, который позиционирует себя с Центральным разведывательным управлением. Других сообщений ни от других регуляторов европейских, ни от Международного агентства по атомной энергии также не было. Поэтому такая информация достаточно, ну, она, во-первых, и заставляет задуматься, потому что действительно у Российской Федерации неуважаемой есть такая привычка замалчивать такие происшествия. В прошлом это было и происшествие на перерабатывающем заводе, который перерабатывает ядерное топливо, и весь мир увидел рутений, который распространялся и по Европе, и по территории Украины. Также они замалчивали историю, когда погибло, если я не ошибаюсь, от пяти до восьми сотрудников Росатома, они проводили испытания. Поэтому, ну, опять же, мы, ну, наши специалисты и на атомных электростанциях, и Укргидромедцентр, и ДСНС, у них есть возможность. Если это облако, не дай Господь, будет двигаться в нашу сторону, то мы увидим повышение фона на нашей территории, потому что такие возможности у нас есть. Тут сразу хочу озвучить реакцию украинской разведки, в частности, представители ГУР сообщили следующее. Украинская разведка следит за ситуацией на ростовской АЭС, однако все заявления россиян нуждаются в детальной проверке. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил. Чисто теоретически, если все-таки подобная авария произошла, если речь идет не о информационном вбросе, а о радиоактивном или радиационном выбросе, чем это чревато? Что это может означать для россиян? Ну, смотрите, да, в истории человечества есть три таких аварии, да, это три Майл-Айленд в Соединенных Штатах, это наша боль, 86-й год, Чернобыльская катастрофа, и это авария на Фукусима ДАИЧ-1 в Японии. Да, то есть блоки на четыре энергоблока на ростовской атомной электростанции, это водоводяные энергетические реакторы, это реакторы не такие, как на Чернобыль, БМК, да, они больше по своей физике похожи на реакторы, на авария, которая произошла на Фукусиме, это вода под давлением. Поэтому, чем это грозит? Ну, 30-километровая зона, облако, роза ветров и все, как было на Фукусиме. Ну, больше авария, наверное, будет похожа на Фукусимскую, чем на Чернобыльскую, поэтому думаю, что вот развитие событий может быть такое, как на Фукусиме ДАИЧ, потому что, еще раз повторюсь, на Чернобыле это другой тип совершенно реактора, это реактор большой мощности канальной, на Ростовской все реакторы ВВР-1000, и последний, если мне память не ошибает, ну, если я не ошибаюсь, то последний реактор четвертый был введен в 2018 году. Поэтому думаю, что сценарий может быть такой, как на Фукусиме. Так вот, Интерфакс, российские СМИ, сообщают следующее. «Росэнергоатом» включил первый энергоблок Ростовской АЭС, отключенный ранее из-за сбоя в работе оборудования, сообщили журналистам в компании. О каком конкретно сбое оборудования и какие действительно масштабы этого сбоя, масштабы этой аварии или поломки, об этом же не сообщают российские СМИ. Поэтому ждем уточненной информации. Понятное дело, воздействие радиации – это одно, а чисто теоретически, какие последствия могут быть для энергетической системы Российской Федерации? Уже наблюдается некоторое отключение, в частности, на юге Российской Федерации, да, вот жалуются, у них электричества не хватает. Ну, это действительно атомный энергоблок, который несет тысячу мегаватт, это достаточно большая мощность. Да, она запитывает достаточно большое количество и потребителей, и коммерческих, и физических лиц. Поэтому, да, действительно может быть такое. Если и процессы пошли по всей атомной электростанции, то это минус 4 гигаватта электроэнергии, это минус 4 атомных энергоблока, это существенно. То есть, если мы возьмем, к примеру, нашу страну, да, то мы без запорожской атомной электростанции, без 6 гигаватт электроэнергии, так нам достаточно тяжело и сейчас, и было и в прошлую зиму, и в эту зиму будет достаточно сложно проходить, потому что атомная энергетика, она является базовой генерацией, да, то есть она постоянно должна, ну, атомка, она несет всегда базовую нагрузку, и без базовой нагрузки тоже достаточно сложно, достаточно сложно, как бы управлять объединенной энергосистемой Российской Федерации, поэтому, но, слава богу, мы от нее отсоединены, да, то есть мы отсоединились в начале войны, и, то есть, например, проблемы объединенной энергосистемы Российской Федерации нас совершенно не волнуют. Да, но, тем не менее, наблюдаем мы, потому что последствия могут быть довольно серьезными, а в Украине каким образом могут увидеть вот этот вот возросший радиационный фон? Ну, во-первых, у нас на каждой атомной электростанции есть лаборатория, во-вторых, есть датчики Укргидромедцентра, да, которые распространены по, расположены по всей стране, и также у нас еще мы присоединены к европейской системе, мониторинга радиационной ситуации, поэтому я, и, опять же, есть еще и по закрытым каналам мы можем получать информацию от Международного агентства по атомной энергии, поэтому я думаю, вот даже если мы возьмем Чернобык, катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции, первый, кто увидел за рубежом, это была шведская атомная электростанция, поэтому я думаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы, если что-то, не дай Господь, будет двигаться в нашу сторону, то мы обязательно это увидим, у меня в этом соревнованиях. У представителей МАГАТЭ есть доступ к Ростовской атомной электростанции, как считаете, или, возможно, знаете? Ну, смотрите, любая перегрузка топлива, да, потому что ядерные технологии, это технологии двойного назначения, любая перегрузка топлива, она проходит в присутствии инспекторов МАГАТЭ, поэтому, опять же, я думаю, что... И даже само МАГАТЭ может сделать запрос, Российская Федерация неуважаемая, еще является частью МАГАТЭ, да, и МАГАТЭ само может запросить информацию у россиян о том, что у них происходит на Ростовской атомной электростанции. Да, но какова вероятность, что скажут правду? Вероятность низкая, что скажут правду, но, опять же, если европейская система и наша система увидят повышение радиации, то, я думаю, это... МАГАТЭ будет на весь мир, потому что, ну, действительно, катастрофа такого уровня, и Ростовская атомная электростанция, это 4 атомных энергоблока, это, я же говорю, сравнимо с Фукусимой, там тоже было 4 атомных энергоблока, поэтому, я думаю, это... Ну, то есть, я думаю, что все международное сообщество, которое понимает в использовании ядерной энергии, я думаю, оно будет требовать информацию от Российской Федерации. Даст ли оно, как с рутением это было, это была фантастика, да, то есть они замалчивали, замалчивали, потом год велось, были, ездили и представители МАГАТЭ, и все остальное, все равно умолчали, все искрыли информацию, которая... ну, об аварии, которая у них произошла, но, опять же, весь цивилизованный мир видел о том, что у россиян что-то не произошло нехорошее на перерабатывающем комбинации. Да, тут можно говорить о потенциальном масштабе произошедшего, сравнивая с Фукусимой японской, но если уж, не дай бог, это все-таки произошло, то ликвидацию никак нельзя сравнивать, уверен, что японские специалисты и российские специалисты, или реакции японских властей, или реакции российских властей, это совершенно разные плоскости. Как вообще с кадрами обстоят дела сейчас в российской энергетике? Ну, в атомной отрасли у них, опять же, они достаточно такие самодостаточные, да, потому что достаточно сильная была школа Советского Союза, у них достаточно университетов и институтов, которые готовят специалистов для атомной энергетики, у них действительно есть уникальные проекты, например, реакторы на быстрых нейтронах, таких реакторов нет ни у кого в мире, поэтому ядерные энергетики, а я же говорю, доставшиеся им от Советского Союза, и мощности и по обогащению урану, и научный потенциал у них достаточно сильный. Поэтому то, что они не могут справиться с нашей Запорожской атомной электростанцией, то там другой совершенно вопрос, потому что на тех блоках, которые на Запорожской атомной электростанции, там внедрялись технологии, которые не зависят от технологий Российской Федерации, да, там европейские технологии, американские технологии, но вот со своими проектами ВВР-1000 и со своими программами россияне справляются. Я же опять же повторюсь, потому что школа им досталась от Советского Союза очень и очень серьезно. Ну да, в контексте ЗАЭС хочется отметить, что вообще-то россиян там и не должно было быть, это не их территория, это суверенная украинская территория, да, и там должны быть наши специалисты. И особенно, если рассматривать это в контексте Российской Федерации, которая присоединилась ко всем возможным конвенциям МАГАТЭ и к всем возможным международным договорам, то действительно это наносится. Ну да. А что вообще из себя представляет энергетическая система Российской Федерации? Насколько она, например, подготовлена к чрезвычайным ситуациям? Сейчас не только в контексте возможной аварии на Ростовской АЭС, а в целом. Они ведь, когда роняют КАБы еще на российской территории, иногда энергетические объекты задевают. И это приводит к таким значительным отключениям. Это даже не сравнить, если я не ошибаюсь, с теми отключениями, которые мы сейчас видим в Украине. Ну и мы помогаем, конечно, тоже для того, чтобы у них отключалась электроэнергия на важных военных объектах или на тех объектах, которые используются для военно-промышленного комплекса. Но опять же, российская энергосистема, она, как и наша, строилась в советское время. Она достаточно надежная, у них есть и запас мощности, и запас прочности. Поэтому они к таким вещам готовы. Поэтому энергетика в Российской Федерации достаточно сильная. И опять же, я повторюсь, она строилась в советское время. Поэтому резервы у них есть. А южные российские регионы сейчас без света, это связано с чем-то, что происходит на Ростовской атомной электростанции? Или есть другие факторы, которые повлияли на происходящее? Ну, хороший вопрос, да. У нас не так много информации, которая переходит с Российской Федерации. Но аномальная жара, она влияет на все электротехническое оборудование, и на подстанции, и на системы охлаждения на атомных электростанциях. И вообще на работу в аномальных режимах, ну, опять же, вечных двигателей никто не придумал. Поэтому оборудование имеет такую особенность, оно выходит из строя. Поэтому я думаю, что это несколько проблем. Это и сетевая проблема, это проблема с сетями и подстанциями. И думаю, что это и проблема с мощностями и на Ростовской атомной электростанции, и на других станциях, которые есть. Есть еще одна проблема. Она возникла теперь на временно оккупированной украинской территории. Речь идет о временно оккупированном украинском полуострове Крым. Там тоже есть проблемы с подачей электроэнергии. А это с чем связано? Если знаете, будем рады услышать. Ну, смотрите, там действительно Российская Федерация пыталась достаточно долгое время переключить Запорожскую атомную электростанцию. На нужды оккупированного Луганской области, Донецкой области и на оккупированный Крым. Они, если я не ошибаюсь, бросили три линии с материковой России. И всегда Крым был таким достаточно дефицитным по собственным нуждам. То есть, вернее, по собственной генерации. Там нет таких больших мощностей, там больших теплоэлектростанций, атомных электростанций. Поэтому я думаю, что это связано именно с кризисом в самой энергосистеме Российской Федерации и невозможностью по тем линиям, которые есть, перекачивать или перенаправлять электроэнергию на оккупированный Крым. Потому что он всегда был дефицитный и в составе нашей страны. Поэтому и мы делали достаточно много проектов. И линия, например, Запорожская и Скаховская, она была направлена для того, чтобы запитать дефицитный Крым электроэнергией. А вот с тем, что, опять же, в Запорожскую атомную электростанцию невозможно переключить на нужды Крыма, я думаю, что и с материковой России просто не хватает мощностей для того, чтобы запитать полуостров. Ну да, рад большему количеству информации относительно происходящего. Однако, к сожалению, или полностью вообще не рад относительно того, что украинские граждане, которые все еще находятся на территории временно оккупированного украинского полуострова Крым, страдают из-за этого в том числе. Из-за отключения электроэнергии. И возвращаясь к теме, с которой мы начали. Если все-таки произошла авария на Ростовской атомной электростанции, и ее придется после этого выводить из эксплуатации, чем это чревато, чем это может обернуться, каков вообще процесс, если понадобится это делать? Ну, смотрите, во-первых, надо чистить территорию, во-вторых, это 30-километровая зона вокруг станции, это как фактор, да, факт, как и на Чернобыле, как и на Фукусиме. В-третьих, надо достаточно нам сейчас сильно следить за воздушными массами и за уровнем радиации на нашей территории, для того, чтобы у нас не произошло никаких инцидентов, да. В-третьих, это очень достаточно, выводить атомные энергоблоки из эксплуатации, это очень-очень дорого, да. Вот, например, там, Чернобыльская атомная электростанция, вывод одного блока с эксплуатации, это от полутора до трех миллиардов долларов, да, для того, чтобы все обезопасить, обезвредить. На Фукусиме это до сих пор не закончили. На Чернобыльской атомной электростанции процесс это тоже не закончен. И, опять же, это очень-очень дорого, и это очень, это большие человеческие ресурсы, и это большие капиталы вложения. Поэтому продолжаем следить за развитием событий, и тут тоже ждем большего количества информации, надеюсь, она появится в ближайшее время. Григорий Иванович, спасибо. Спасибо за предоставленную информацию, предоставленные данные. Григорий Плачков, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины 2017-2021 годов, присоединялся к нашей трансляции.